Здравствуйте, меня зовут Андрей Дреер, это программа «Коммунальный патруль» и смотрите в этом выпуске. Управляемая компания, как УК в новых домах, не слышит собственников, но играет на стороне застройщика. В продолжение темы говорим с экспертом о том, чем еще опасна связь застройщика и УК, и могут ли здесь быть плюсы. Сегодня все мечтают о новостройках, но вот представьте, ваша мечта сбылась, теперь у вас есть квартира в только что законченном доме, но вдруг вскрылись недочеты, оставшиеся после строительства, а управляющая компания не хочет добиваться гарантийного ремонта от застройщика. Сегодня эта проблема у многих обладателей жилья в новостройках. Дело в том, что существует аффилированность, когда взаимосвязана управляющая компания и застройщик. Мы попытались пообщаться со всеми сторонами проблемы. Что получилось, смотрите сами. Это один из домов комплекса «Балтийская крепость». Даже в таких новостройках, где коммунальному патрулю, казалось бы, делать нечего, есть свои проблемы. Некоторые моменты, то, что не доделал застройщик на нашем доме, управляющая компания не собирается это отстаивать, защищать наши права. В первую очередь она защищает права застройщика, поэтому это являлось ключевым для того, чтобы отказаться от этой управляющей компании. Причины на это были. Вот документ, в котором зафиксированы все дефекты, которые нашлись уже после сдачи дома в эксплуатацию. Упомянуты и повреждения штукатурки, и трещины на стенах. Сотрудники инспекции, они нас успокаивали, говорили о том, что кворум набран, что, скорее всего, что будет так, что нас включат в лицензию новой управляющей компании. Но при этом они затягивали сроки. Сроки вынесения решения оттягивались, то есть три раза они переносили эти сроки. Представители УК, по словам жильцов, пытались доказать, что подписи в бюллетенях поддельные. Жилищная инспекция пошла навстречу, хотя практики такой не было. То есть никогда они не выезжали на дом. В этот раз они приехали на наш дом. Они лично разговаривали с собственниками этих помещений. Собственники подтвердили о том, что именно они ставили подписи, что это их воля перейти в другую управляющую компанию. Но «Маяк» пытался найти другие пути. По мнению жителей, компания договорилась с бизнесменами, владельцами нежилых помещений. Последние решили отказаться от своих голосов. Они утверждают, что да, они ставили эти подписи, но у них поменялись обстоятельства, что им предложили, были предложены «Маяком» более выгодные для них условия. И поэтому они отказываются от голосования. По словам директора компании, к которой жильцы и хотели перейти, с ней тоже пытались договориться. А уже когда ближе к тому, что форум набирался, ко мне поступил звонок от представителя алгоритма, как он называл себя господином Юшиным. И предложил решить вопрос финансовым. О какой сумме, какой вопрос, естественно, он не уточнил. Директор взлетной сомневается в решении госинспекции и собирается оспаривать его в суде. А вот другому дому тоже не удалось расстаться с «Маяком». «Маяк» является аффилированной компанией, то есть он зависим от алгоритма. И, соответственно, не стоит на стороне жителей, он стоит на стороне застройщика и не выполняет гарантийные обязательства. То есть алгоритм не выполняет гарантийные обязательства свои по дому. К сожалению, услышать мнение управляющей компании мы не смогли, с нами отказались общаться. Зато в редакцию обратился другой дом с той же проблемой. На Шумакова-11 жители тоже считают, что управляющая компания защищает застройщика. Мы вместе с жителями попытались поговорить с его представителями. Не снимайте меня, вы что не понимаете, что я? Камеру опустите, пожалуйста. Камеру отпустите. Строительные компании «Вот это дом» с нами не захотели общаться. Их объект, дом на Шумакова-11, был сдан в апреле. За полгода новоселы буквально утонули в коммунальных проблемах. В подвале стоит вода, канализация забивается, лифты ломаются. Проблема с отоплением – одна из самых серьезных. Вот вчера у нас были отключены батареи буквально, наверное, часов шесть. То есть мы мерзли. Начинаются заявки идти, мы звоним в диспетчерскую службу управляющей компании. Открывают на полную, опять у нас батареи горячие. То есть не настроено. Не настроен индивидуальный тепловой пункт, который должен автоматически регулировать температуру в квартирах, анализируя погоду за окном. Не настроено в доме много что. Зачастую топят лифтовые шахты. Соответственно, из трех лифтов у нас работает только один. Соответственно, на 25 этаж поднять что-то строительное, либо мать с ребенком подняться уже не может. Чисто физически. Очень большая очередь. Также где-то полвосьмого, когда все люди уходят на работу. Но вот сейчас, вот сегодня этот лифт не работал, сняли недавно объявление. Видимо, работы произошли. Долго мы, да, долго мы заждаем. Часто? Часто. Сломался и подъездный радиатор. Его несколько дней назад прорвало. Представители управляющей компании «Индустрия» прямо обвиняют в проблемах дома застройщика. Дом на гарантии, проблема застройщиков. А вот вину за прорыв канализации представители управляющей компании возложили уже на жителей дома. Дом сдан 10 апреля. Происходит затопление. Если не ежемесячно, то два раза в месяц это прям... Ну это виноваты жильцы, во-первых, и те, кто делает ремонт. А вот от застройщика на той самой встрече такой оформленной резолюции мы не услышали. Молодые люди, давайте выходим и мы продолжим разговор. Если вы не выйдете, выйдем мы и дальше разговора нет. Хотят жители, и мы хотим, чтобы ваши обещания были зафиксированы. Какие-то обещания уже были сказаны? Да, что мы все исправим. Управляющую компанию, которую они нам назначили, мы заставим ее работать. Именно так. Жители Вавилонской башни уверены. Дело не в том, что все стороны говорят на разных языках. По их мнению, застройщик с управляющей компанией заодно. А задача последней не добиться от строителей гарантийного ремонта, тянуть время, пока срок не кончится. Если это действительно так, застройщик не даст жильцам проголосовать за новую управляющую компанию. Ведь вот этот дом, пока владеет большинством помещений в доме, значит имеет решающий голос на любом голосовании. Как решится эта проблема, мы будем следить. А сейчас мы продолжим эту же тему. Мы обсудили, что такое аффилированность управляющей компании и застройщика со специалистом в сфере ЖКХ, который не принимает ни одну сторону. Он расскажет, когда это бывает даже хорошо, а когда получаются такие случаи, как вы сейчас увидели. Некоторые жители и собственники приходят и говорят, что вы знаете, нам такое ощущение кажется, что вот мы к управляющей компании обращаемся по поводу недостатков строительных. А управляющая компания как-то сглаживает постоянно эти моменты, и поэтому создается впечатление, что они хотят вот эти пять лет оттянуть, и потом сказать, что извините, срок гарантийный прошел, уважаемые собственники, вам необходимо за свой счет выполнять ремонт. То есть вот такое впечатление создается. Я могу только одно сказать, что при активном совете дома такая ситуация в любом случае не может быть. То есть независимо вот эта аффилированность, она по сути дела ничего не значит. У нас было очень много управляющих компаний, которые, в общем-то, так скажем, были поставлены застройщикам для выполнения, но в последующем, когда начали выполнять работы, они поняли, что имеют место достаточно серьезные строительные недостатки. И чтобы их, эти строительные недостатки, скрыть, не представляется возможным. Тогда получается, что застройщик, застройщикам начинается претензионная работа. И в этой претензионной работе застройщик устраняет недостатки. Каково количество устраненных недостатков, да, тут можно поспорить. Возможно, что где-то минимизируются, да, возможные расходы на устранение этих недостатков. Где-то, может быть, серьезные недостатки скрываются. Но, ничто не мешает совету дома взять это в свои руки. Собственники самостоятельно выходят с иском об устранении строительных недостатков в общих местах. И при этом выходят с иском о защите прав потребителей. Где время доказывания распределяется таким образом, что уже застройщик должен доказать, что в данном случае этот дефект является эксплуатационным. И поэтому в судебном споре у нас оказывается ответчиком сторона управляющей компании, сторона застройщика, проводится экспертиза, выявляется, какой брак явился действительно эксплуатационным. То есть, когда управляющая компания недолжным образом исполняла свои обязанности, а какой производственным, то есть в результате некачественного строительства. И результатом этого спора бывало так, что мировые соглашения. То есть проводилась экспертиза, экспертиза выявляла, расчленяла так называемые строительные и дефекты, которые производственные. Определяли фронт работы, кто когда что делает. Мировое соглашение подписывали. Ну и вот я знаю, что оно исполнялось. Если этого не происходило, то суд тогда выносил решение и возлагал обязанность в плане текущего содержания на управляющую компанию, в плане ремонтных работ, которых гарантийный срок на застройщиках. То есть, поэтому механизмы воздействия на застройщиках есть. А на этом у меня все. Обращайтесь в нашу программу со своими проблемами. Мы попытаемся вам помочь. Смотрите нас, слушайте наших экспертов. А пока до следующего вторника.